Дорогие друзья! Я хочу, чтобы вы несколько слов сказали о той ситуации, которая сейчас развивается в Киеве. Что происходит? К сожалению, происходит то, что в сердцах людей, хотя подавляющее большинство жителей нашей страны, так же, как и жители России, в этом мы абсолютно одинаковые люди верующие, но вопреки тому, что предсказано в Писании, вместо любви слишком много стало ненависти. И это рождает из себя, то есть это называть можно политикой, геополитикой, но в основе всего то, что люди озлобились, озлобились друг на друга, озлобились на своих соседей. И я очень рад, что я сегодня здесь. Для меня очень важно, что именно главный организатор, глава фонда Национальной Духовной Трапезы Андрея Гадамака правильно выбрал тело миротворчества. Я уверен, что через духовное искание, через возвращение к тому, чему учит нас Библия, чему учит нас Иисус, мы можем найти путь к миру. Мы никогда не договоримся, если мы будем говорить только о границах, о геонациональных интересах и так далее. Но когда мы начинаем говорить о Боге, когда мы говорим о ценностях, то выясняется, что не только между нами, украинцами и россиянами, но на самом деле и между россиянами и верующими американцами, между украинцами и верующими немцами, нет ничего, нет ни разу, у нас одна Библия, у нас один Бог. И в этом основа того, что я считаю, что мы можем найти общие точки соприкосновения. Знаете, наверное, в разных странах есть разная пропаганда. Так вот, иногда мы здесь, как россияне, слышим, что вот люди на Украине хотят войны или еще чего-то. Особенно в последнее время идут такие слухи, что вот кто-то, американцы дали какое-то оружие украинской армии, и они готовы пойти войной. Из ваших уст, как представителя народа, как представителя Национальной народной рады Украины, я слышу совершенно другое, что вы тоже стремитесь к миру, идеи, как преодолеть этот кризис. Вы знаете, это особая ответственность, в первую очередь, на средствах массовой информации. И здесь, и у нас, в том, чтобы доносить до людей сигнал о мире. На самом деле, ведь если так, знаете, вот убрать вот эту пену наносимую, во многом вы правы именно пропагандой, когда ты начинаешь выяснять, там, а у меня там брат, там, двоюродный или троюродный, или там какой-то еще родственник в Москве, а я там служил где-то там в Сибири, а у меня там бизнес с кем-то, и ненависти на самом деле в глубине, кроме там, ну, какая-то мизерная часть, да, везде есть свои, там, знаете, озлобленные, обиженные судьбой люди, но ненависти на самом деле нет. Только, если ты, там, начинаешь выносить на первый план, там, вопрос, там, Крыма, то, конечно, будет конфликт. А если начинаешь выносить на первый план и говорить о детях, о будущем, о развитии общества и так далее, то выясняется, что, на самом деле, делить нечего, надо вместе строить, и вот это, конечно, огромная ответственность, и это, допустим, в сегодняшнем мероприятии огромный вклад в это дело. Мне, к сожалению, я так понимаю, надо бежать. Спасибо вам, спасибо большое. Для меня особая честь сейчас пригласить на сцену моего хорошего друга, брата Олега Волошина, он депутат Верховной Рады Украины, и он прошел все круги ада, чтобы сюда попасть, ему было очень непросто сюда попасть, и для меня особенно важно, когда гайдамага из Москвы приглашает Волошина из Киева. Вот это здорово. Дорогие друзья, глубоко уважаемый Андрей Васильевич, я, ну, что сказать, все тяжелые сегодня истории, которые любого, просто не то что христианина, нормального человека, не оставляют равнодушными, и, конечно, та история, та тема, которая касается нашей с вами общей Родины, она, конечно, особенно важна. Вы знаете, я нахожу это глубоко символичным, что мы сегодня, я знаю, что не просто так, что мы собрались именно в гостинице с гордым названием «Украина», которая находится вот так близко к самому сердцу Москвы, и поэтому я, наверное, не случайно, и сама Украина так близко к сердцу каждого россиянина, и потому так болит, на самом деле, все, что происходит и в нашей стране, и между нашими странами. И для меня вот тема миротворчества, которую предложил уважаемый Андрей Гайдамако как организатор, этого я знаю, было много дискуссий, было много споров с нашими американскими друзьями и другими, которые на самом деле, кстати, наверное, тоже по-своему символично, что познакомились мы с уважаемым Андреем Васильевичем на большой международной конференции в Вашингтоне. И там друг и наставник многих здесь присутствующих, Даг Берли, помню, в дискуссии с ним, он мне сказал, «The satan is the greatest divider», «Сатана – величайший разделитель». Именно я вот даже смотря еще раз этот фильм, как бы, может, ты живешь в этом, но когда смотришь еще раз, снова все равно это трогает, ты понимаешь, что это не просто деяние рук человеческих, это сделано человеческими руками, но направляется это все большими злыми силами, силами, направленной против нашей веры, против нашего Господа, против самой природы человеческой. И потому не случайно, я считаю, и решить это можно только через Слово Божие, через диалог, потому что когда вот даже, допустим, в Вашингтоне мы с нашими братьями во Христе обсуждали это и продолжаем обсуждать сейчас, когда мы говорим о ценностях, мы стоим абсолютно на одной платформе. И наоборот, мы понимаем, кто против нас. Те, кто хотят, чтобы мы спорили о геополитике, о языке, пока мы спорим об истории, пока мы ссоримся по поводу настоящего, у нас отнимают будущее, у наших детей отнимают будущее, навязывая страшную, противоречивую не только Слову Божию, но и самую понятию человечности, идеологию, новую этику, которая подрывает все, что означает, что такое семья, что такое дети, какая роль семьи, и самое главное отношение между человеком и Богом, и самое главное, человек живет под Богом, или человек сам Бог. И вот те, кто считают себя прогрессивными, они навязывают то, что разрушает души, что разрушает весь наш мир. И в этом смысле здесь наш друг Карл Тандилл, организатор европейского молитвенного завтрака. И мы надеемся, с Божьей помощью в ближайшее время с Андреем Васильевичем поедем в Брюссель и будем там участвовать тоже, продолжать этот разговор. Мы все одинаково понимаем, я много об этом говорю с нашими американскими коллегами, что пока мы тут делим геополитику, наступает мир, в котором не захочется жить вам всем, не захочется вам воспитывать детей, вас просто отберут, этих детей. В том смысле, что это будут дети, чьи души разрушены изначально. Жуткая пропаганда и всего того, я не буду детализировать, что на самом деле подрывает понятие, опять же, что такое человек. Никогда еще не было такого момента, когда не просто воплощается многое сказанное в Писании, но, к сожалению и к ужасу, что сказано в откровении Иоанна Богослова, что в поле людей знают, как апокалипсис. Именно то, что написано там, сейчас начинает воплощаться, на наших глазах воплощается в жизнь. И поэтому наша задача, я убежден, отложить в сторону эти дрязги, тем более, что действительно, кому-то нравится в Украине, кому-то не нравится понятие сейчас «братский народ». Но мы в любом случае братья и сестры во Христе. И в этом смысле мы обязаны быть примером, у нас общей святыни, у нас общее понятие. И вот, слава Богу, я всегда говорю, как раз дискутирую с нашими европейскими, американскими друзьями, говорю, у нас масса проблем, но наш народ, когда ты спрашиваешь, по крайней мере на улице, при всех трудностях, которые есть в Украине, что такое семья, 99% ответят в союз мужчин и женщин. И Россия такая же. То есть мы в этом смысле вместе с вами оплот того, что есть нормально, что должно быть нормальным, что соответствует тому, что написано в Библии, что написано в других священных книгах для других религий. И поэтому я убежден, что вместе, находя точки соприкосновения через Слово Божие, мы сможем, наконец, понять, что нас разделяют для того, чтобы потом управлять миром уже по-другому, уже без Бога. Те, кто ведут войну с Богом. Поэтому я очень благодарен за то, что выбрали эту тему. Это очень непростую, очень тяжелую тему. И я думаю, ни для кого не секрет, мы все смотрим новости. Ситуация сейчас, мягко говоря, очень плохая. И говорят о таких вещах, о которых думать не хочется. Такие страшные слова звучат. Большая война. Хотя и так идет война, и так гибнут люди. Но грозят гораздо большим. И я думаю, что то, что сегодня... Я вот здесь нахожусь. И я хотел бы, кстати, передать огромное приветствие организаторам и участникам мероприятия, от своего соратника, от лидера нашей партии, Виктора Владимировича Медведчука, который в силу того, что как раз, вот прямо как в Писании, который гоним и преследуем за то, что он пытается следовать заповеди из Нагорной проповеди о том, что блаженный миротворца за свои миротворческие усилия. Сейчас он находится, известно, под домашним арестом. Но я верю, что вместе, что людей доброй воли, людей, которые хотят, чтобы слово война вообще исчезло, когда два рядом слова Украина и Россия, и чтобы это слово вообще никогда не могло звучать, но и более того, чтобы наступил, наконец, мир, в первую очередь, в наших душах. И тогда мы сможем, мы тогда по-настоящему будем счастливы, потому что невозможно быть счастливым, прятаться в обыденной жизни, даже в молитвы невозможно уйти, когда ты вот видишь вот такие кадры. Спасибо вам еще раз огромное. Спасибо. Ну, мы пока не уходим. Давайте. Да, Олег Анатольевич, мы, конечно же, вас так просто не отпустим, потому что мы хотим вручить вам почетный знак фонда за миротворчество. И вот уже батюшка появился на сцене, протеерей Александр Борисов. Прошу вас. Олег вместе с вашей замечательной женой Надежды и сюда летели, по-моему, больше 20 часов. Их на каждой остановке пытались не пустить сюда, но они все-таки прорвались. Дорогой Олег Анатольевич, я хочу начать с того, что фамилия Волошин для меня почти родная. Объясню. Потому что уже 37 лет вместе со своей семьей я летний отпуск провел в Коктебеле. В городе, в котором Иксима Александрович Волошин, замечательный поэт, философ, человек, христианин, жил, основал такой, там, знаете, дом Волошин и прочее, то есть вся культура, там масса московской интеллигенции сижалась туда много лет, начинает, сказать, с начала 20 века. И Миликс Александрович, он, когда были белые, прятал красных, когда пришли красные, он прятал белых, в общем, был замечательный человек, он сказал замечательные слова, все прочие стихи, прочие, войди, прохожие, отряхни свой прах. И пепел дум у моего порога, из глубины веков тебя появится строга, огромный литк, царицы ты, ах. И он говорил замечательные слова, мы отдали, и этим мы богаты, и мы рабы всего, что жаль отдать. И я дерзну поделиться одной мыслью, может быть, она как-то обретет свою реальность. Мне кажется, для примирения в Украине очень важно ввести второй государственный язык, русский. Мы знаем страны Бельгия, два государства языка, Швейцария, четыре государства языка, и замечательно живут. И мне кажется, это было бы замечательным шагом к примирению. И вообще я должен сказать, что, конечно, главная тема сегодняшней встречи миротворчества, это потрясающе. Вот найдено то слово, которое может стать на самом деле национальной идеей России. Мы призваны к этому богу. У нас огромная территория, у нас огромное богатство. Мы можем себе позволить такую, так сказать, рискованную деятельность. Какая-нибудь маленькая страна, и трудно, а такая огромная страна может стать мостом между разными культурами, разными национальностями, разными верованиями. Потому что Господь нам сказал, апостол сказал, что наше служение – служение примирения. Я бесконечно благодарен Андрею Васильевичу, всем организаторам. Потрясающий вот этот завтрак. Я давно не был на них. Я скажу, что он по своей значимости, насыщенности превосходит вот те права, Нейшн права, брекфаст, которые были в Соединенных Штатах. Я, как депутат Массовета, там три раза был, тоже хорошее мероприятие, но наше он совершенно не уступает. Спасибо. Спасибо большое. И давайте вручим батюшка. А как же? Конечно. Национальная духовная тракеза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok